Привет, я Владимир Шамшурин, эксперт по общению с женщинами и мужской мотивацией. В этом видео я расскажу тебе, как понять, что женщина хочет тебя, как понять, что она в тебе заинтересована. Но прежде чем ты будешь его смотреть, хочу напомнить, что если ты еще не подписан на мой канал, соответственно, сейчас есть отличная возможность это сделать, для того, чтобы получать мои видео и смотреть их первым. Итак, подписывайся, а мы продолжаем. Значит, как понять, что девушка в тебе заинтересована? Так уж сложилось, что девушки всегда будут скрывать свой интерес к тебе, то есть они такими созданы. И если ты посмотришь, например, на примере животных, то будет все очень понятно. Если ты вспомнишь, у кого-то была кошка, когда весна, ей хочется спариваться, например, хочется погулять, то она ходит по комнате, кричит «мяу-мяу, выпустите меня, я хочу кота». Когда этот кот, ну, когда они делаются в пили-вили, как говорится, то со стороны это выглядит таким образом, как будто бы кошку кто-то насилует, как будто ей не нравится, то есть кот ее держит, она вырывается, но стоит только забрать кошку, опять закрыть ее в каком-то помещении, начинается та же самая история, кошка начинает кричать «мяу-мяу, где мой кот?». Это важный момент, который нужно запомнить. Либо ты можешь вспомнить про каких-то птичек типа голубей, как самец с такой раздутой штукой бегает за самкой по асфальту, она от него убегает из серии «мне ничего не надо, я ничего не хочу». То есть это природный момент, который также работает и у людей. Девушки очень тщательно скрывают свой интерес к мужчинам. Но есть важное правило, никогда не слушай женщин, а смотри за их реакцией и смотри за происходящим в целом. Они всегда будут говорить что-то с отрицательной точки зрения. Ну, я имею в виду чаще всего. Есть, конечно, среди них адекватные, но это очень мало. Тебе нужно научиться по их невербалике, по их телу, по их каким-то бессознательным, неосознанным движениям или действиям, научиться понимать, что сейчас все нормально и пора действовать. Об этом мы и поговорим в этом видео. Кстати, девушки иногда сами даже пишут тебе смс-ки, но, как правило, это не выглядит так, что «Привет, как твои дела? Пойдем гулять». Хотя это такое тоже бывает. Но чаще всего, я имею в виду тот момент, когда вы только познакомились и у вас еще не было свидания, чаще всего она может написать какую-нибудь штуку из серии «Вопрос», там «Слушай, ты не знаешь, в каком кинотеатре сейчас идет такой-то фильм?» Или там «А ты не посоветуешь мне где то-то, то-то?» То есть они скрывают свой интерес за каким-то вопросом. Неужели ты думаешь, что девушке не у кого спросить из своих знакомых или друзей или подруг, и она спрашивает именно у тебя, потому что считает, что ты точно на этот вопрос ответишь? Здесь надо это предугадывать. Поэтому, в принципе, если девушка до свидания с тобой вызванивается, берет трубку или отвечает на смс-ки, это уже хорошо, это признак интереса. Здарова, еще раз, буквально 5 секунд твоего времени. Если ты давно смотришь мой канал или совершенно недавно наткнулся на меня в Ютубе и еще не был на моем сайте всетвои.ру, то сейчас у тебя есть отличная возможность его посетить. Для чего? А вот для чего. Там тебя ждут целых 5 бесплатных видеоуроков, 5 подарков от меня для тебя, бесплатно. На тему общения с девушками, как познакомиться с девушкой для серьезных отношений, что написать девушке, как проводить свидания, как обрабатывать возражения типа «я не знакомлюсь, у меня есть парень» и так далее, и так далее, и многое другое. Плюс в чем? То, что ты можешь прямо сейчас их скачать, посмотреть и применить их на практике и, соответственно, получить свой результат незамедлительно прямо сегодня. Поэтому еще раз, заходи на сайт всетвои.ру, который находится внизу в описании под этим видео, скачивай эти бесплатные подарки от меня, начни их применять и присоединяйся к тем мужчинам, которые нравятся женщинам, то есть о которых мечтают все девушки. Это был Шамшурин, продолжай смотреть. Сейчас я расскажу тебе ряд признаков, по которым ты можешь понять, что девушке ты интересен и она тебя хочет. Соответственно, первое – волосы. Можешь даже записывать, это тебе очень хорошо пригодится, и потом это запомнишь. Что происходит с волосами? Девушка поправляет прическу, поправляет свои волосы, каким-то образом общаясь с тобой, сидя с тобой на свидании. Все, что я буду говорить, это касается и знакомства, и свидания. Либо общаясь с тобой при знакомстве. Следующее – она играет прядью волос, накручивая ее на палец. Ну, ты вспомнишь сейчас эти движения, ты наверняка их видел. Следующее, что касается волос. Она позволяет тебе прикасаться к ее волосам. Она может резким движением головы вот так вот поправлять свою прическу, как это они иногда делают. И это то, что касается волос, как ты можешь по волосам понять, что она тобой заинтересована, в тебе заинтересована, что она тебя хочет. Следующее – по поводу рук. Что происходит с руками? Она может играть каким-то предметом в руках, перебирать какой-то замочек от своей сумки, может быть, крутить какую-то там ручку, стаканчик или что-то еще. Она может делать вот так вот трубочкой из-под стаканчика. Это тоже очень интересный момент. Она может вводить как-то по стакану пальцем. То есть она может что-то теребить в своих руках. Следующее – она дает тебе руку для того, чтобы с тобой поздороваться, и не отпускает, не торопится ее забрать. Тоже важный момент. Либо она сама к тебе прикасается. Но это не значит, что она тебя прям вот так вот трогает, хотя на свидании почему бы и нет. Она может делать такую так называемую паутинку, когда она говорит, ой, ладно, перестань, ой, хорош, да перестань надо мной смеяться и так далее. То есть она каким-то образом все равно за тебя задевает. Это очень легко отследить. Далее, что касается ног. То есть вообще есть прикольная штука, когда ты подсаживаешься к девушке за стол. Я тебе рекомендую периодически посматривать, что у него происходит с ногами, или даже один раз прям открыто нагнуться, посмотреть, что с ногами. Если девушка спросит, почему ты так себя ведешь, ты всегда можешь сказать как бы железно, что ты знаешь, для меня важно, какие у девушки, какая обувь, какие туфли. Для меня это всегда очень важно, какие колготки, то есть как выглядят ее ноги. У тебя очень красивые ноги. Тем самым ты в этот момент заметишь следующее. Например, девушка может покачивать носком ноги. Я не могу это показать, к сожалению, руками, не буду поднимать ноги. Но если ты когда-нибудь знакомился в парке, и девушка сидит на лавочке, ты наверняка наблюдал, что такое происходило. Когда девушка покачивает носком ноги, это вообще бессознательный жест на 100%. Следующий жест, который можно увидеть со стороны ног, это когда девушка потирает ногой ножку стула или стола, трет ее ногой. Следующий, она закидывает ногу на ногу. То есть она сидела до того, как ты к ней подошел обычно, но ты подошел, она начинает закидывать ногу на ногу. Либо довольно часто поправляет свое платье. Это тоже говорит о том, что есть какой-то бессознательный сексуальный интерес в твою сторону, по отношению к твоей персоне. И что может быть с глазами? Ну, самое главное, что тебе кажется, что она на тебя откровенно смотрит. То есть ее глаза блестят. Также длительные ай-контакты, так называемые контакты глаз, когда она ищет тебя глазами, если ты находишься сбоку или сзади. Ну и, собственно, про глаза тут больше ничего не скажешь. Далее следующие признаки, которые также очень важны. Если вы находитесь в компании, то она общается исключительно с тобой, но это и так понятно. Но есть один нюанс, что она не обязательно может общаться с тобой в дружеском ключе. Может быть такая ситуация, что девушка больше всех тебя подкалывает, или над тобой шутит, или над тобой что-то там какие-то, ну, какие-то действия в твою сторону не совсем, как тебе кажется, приятные. Надо тоже понимать, если человек к тебе неравнодушен, значит, будут какие-то действия в твою сторону. Если бы было ей на тебя совершенно все равно, то она бы так не делала. Поэтому это не обязательно какие-то хорошие вещи. Плюс, смотри, она может задавать тебе вопросы. То есть это самый большой и главный явный признак заинтересованности. Девушки, как правило, спрашивают что-то простое серии «Кем ты работаешь?», «Сколько тебе лет?», «Чем ты занимаешься?», «А что ты здесь делаешь?» и так далее. Кто ты по гороскопу? Но так или иначе вопросы – это самый желанный со стороны мужчины признак женской заинтересованности в нем. Далее. Она не замечает твоих косяков. Ты можешь сделать что-то, как тебе кажется, лишнее, что-то где-то переборщить, опять же, как тебе кажется в твоей интерпретации, но она этого не замечает. Дальше. Она как бы превращается в маленькую. Она может начать сисюкаться, как-то строить из себя какую-то маленькую девочку, как бы призывая тебя к заботе о ней. Далее. Она сама заполняет паузу в разговоре. То есть она поддерживает диалог. Это может быть и на свидании, это может быть и при знакомстве. Когда ты не знаешь, что сказать, она как-то вот сама подключается. Следующее. Сама сокращает дистанцию. То есть что я имею в виду? Она подходит чуть ближе и позволяет тебе находиться ближе с ней. Именно по этим вышеперечисленным признакам ты можешь понять, заинтересована ли девушка в тебе и, соответственно, как бы рассматривает ли она тебя как потенциального сексуального партнера и, соответственно, хочет ли она тебя или нет в дальнейшем или прямо сейчас. Поэтому старайся, я тебе рекомендую, старайся замечать эти признаки при каждом общении с женщинами. Это был Владимир Шамшурин. Если тебе понравилось это видео или не понравилось, ставь лайки и дизлайки. Подписывайся на мой канал, где ты найдешь огромное количество полезных видосов по этой теме. Увидимся в одном из следующих видео. Пока!